всем привет сегодня будет будут такие полевые тесты ножа от южного креста шершень в общем то я обзор на этот нож уже снимал это уже так сказать такие заключительные детали которые меня интересовали тут я решил потестить видео представляет из себя такие две части первое это такое видеоряд такого охотничьего моего выезда может быть кому-то тоже будет интересно посмотреть как это происходит в реальности ну а вторая часть там будет канатный тест тест на удержание заточки обычно такие вещи не делаю но на этом ноже захотелось проверить я специально не стал сюда включать знаете какие-то кухонные тесты потому что понятно что нож для деликатного реза и чистить картошку или там нарезать лук разделывать уток там филе вырезать мясо и собственно даже как-то это глупо показывать как нож будет резать колбасу там и так понятно что это нужно с этим будет справляться отлично поэтому меня интересовали больше такие знаете тонкости как он будет удерживать заточку не будет ли там что-то выкрашиваться насколько он удобен работе по дереву будет для таких вот самых таких бытовых задач в лесу не будет ли это рукоятка там натирать руку будет ли она пачкаться будет этот нож ржаветь и потребует ли какой-то там ухода обуху этого ножа сделан для работы с огнивом и очень здорово снимает стружку как самого огнива так и со всяких там деревянных вещей которые можно будет потом этим огнивом поджечь но это такая палка о двух концах если вы планируете этим ножом что-то долго вырезать то такой обух будет вам неудобен тут надо сказать то что сделать такой обух острой для работы с огнивом намного сложнее чем скруглить эти грани я много раз на других ножах пытался когда вот эта мода на огнива пошла делать такой обух не так просто сделать его с помощью напильника такой он получается гладкий и острый поэтому если вам это не нужно то там просто можно сточить эти грани все в плане работы по дереву поскольку этот нож с линзой он усилен этой линзой там больше мяса поэтому нож этот прочнее чем такой же кухонный нож и поэтому да вот такой силовой рез там строгание причем не важно хотите ли вы ровную стружку снимать за счет и до рукоятки там все фиксируется так что хотите будет стружка идеально ровная хотите там будет кривая радиусность насчет этой радиусности вырезания по радиусу тут отдельно сказать я этим ножом вырезал ложку причем одним этим ножом тут надо сказать что вырезать ложку ножом не так просто как кажется не каждый нож с этим справиться причем вырезал я из такого очень твердого дерева это сухой клем такой был и вот тут вот это вот эти вот линзовидные спуски очень здорово помогают это то что мы видим на многих вот таких вот инструментах резчиков всякие полукруговые стамерские лошкорезы там даже бывает такое что покупаешь лошкорез и приходится специально делать там более хорошую линзу чтобы именно вот эту радиусность он лучше выбирал и не цеплялся гранями и когда вырезаешь именно не просто строгаешь а вырезаешь именно сложные детали именно сложные какие-то такие поделки делаешь тут важна именно такая радиусность которая именно помогает делать плавные переходы также вот это острие у него у этого ножа им очень легко подвозить куда-то и чтобы на то же самое вырезать вот это хлебало я не знаю как называется там ложки тупым каким-то ножом этого не сделаешь с тупым острием даже если она будет очень широкая не каждая финка и даже финка от мура это удобно делать то есть там у них происходит что на вот этом острие у них как бы там такой полукруг идет практически у всех финок и поэтому вот финкой такой сделать почти нереально только самыми маленькими узкими ну и дальше я хотел посмотреть как эта рукоятка будет пачкаться в принципе ничего тут сверхъестественного нету естественно что эти насечки пачкаются но пачкаются не так как вот эти узнаете резиновые такие рукоятки на ножах фалкнивин потом какие там cold steel такие левые рукоятки я такого вообще отказался потому что они пачкаются очень быстро особенность туда кровь попадает это уже там только зубной щеткой смолом отмывается вот эта насечка тряпкой конечно не сотрешь потому что это все таки там есть какие-то углубления но отмыть там если с небольшим количеством воды в принципе можно но мое мнение что вот именно на этом ноже на этой модели вот эта насечка не нужна потому что тут и так есть отличный упор и рукоятка полностью безопасная во всех отношениях также этот нож я вообще никак за ним не ухаживала втыкал там в пень там он на ночь оставался там снегом заваливал в воде лежал не чистил его вы понятно что н690 это такая прям настоящая нержавейка и никаких пятен ничего там остается это можно будет забыть вот такую вещь как ржавый нож ну и теперь переходим к канатному тесту это такая штука не научная и мало что показывающая и вообще впервые это делаю потому что никогда всерьез это не воспринимал если вы смотрите вот это видео вы наверняка смотрели какие-то видео на ютубе где люди режут войлок там канаты вы так к этому критически относитесь потому что это мало что показывает вот этот канат он имеет какую-то абразивность и она различная по всему ему протяжению даже если мы берем канат из одной партии там на одном его участке будет одна абразивность на другом там уже совсем другая происходит это потому что канат сливается из растительных волокон жута эти волокна черные как хранились там часть из них валялась на складе там песке там другая часть лежала сверху даже когда я покупал в строительном магазине там вытащил продавец из-за прилавка там часть там лежала сверху конец вылочился по полу где там и песок и какая-то бетонная пыль понятно дело что все эти абразивные частицы забиваются эти волокна взглядом их может быть не видно но это скажется когда вы будете вырезать но общие какие-то тенденции направления тут можно увидеть самое лучше для того чтобы это было более наглядно и какие-то еще еще больше получить каких-то точек отчета то я в пару к этому ножу взял муру гардер из углеродки причем эти ножи не точил на максимум то есть не доводил варивающую кромку прямо до идеала иначе там будет такая вот ситуация как я показывал в этом выпуске походных точилках кромку довести прямо до идеала резать придется очень долго я специально резал без перчаток меня даже нисколько отрежет было важно как поведет себя режущая кромка не будет там каких-то выкрашивания и натрет мне это насечка руку поэтому я старался не сдвигать как-то на разные места рукоятку резал одинаковым хватом в общем по южному кресту тут меня это удивило в том что я руку все так и не натер нож отрезал сто девяносто восемь резов это на самом деле очень много потому что при работе по продуктам для того чтобы произошло такое что происходит на этом канате это я не знаю что за месяц такого не произойдет добавок учитывайте то что я резал не до того момента что там прям вообще не можешь просто когда нужен затупился за счет мускульной силы если там сделать так чтобы там ничего не шаталась как у меня то чтобы все удобно добавок сама геометрия за ножа она такая что она склонна к такому не поверхностному а глубокому резу поэтому даже тупым таким ножом можно резать и резать то есть сюда сделать доведенную режущую кромку использовать мускульную силу резать до упора то там будет результат два раза больше 400 500 резов мне кажется можно сделать ну и дальше был гарбер заточен также немножко меня удивило потому что там вроде углеродка отрезала на 47 раз и затупилась сразу и ножом вообще таким вот поскольку там низкие скандиспуски там понятно что это не самая резучая геометрия особенно для какого-то порезания такого глубокого это плохо подходит и даже на первых резах чувствуется что вот эти грани этих скандиспусков упираются вот канат и тяжело этим резать ну и сам нож конечно быстро затупился но не делайте быстрых таких вот скоропалительных выводов что это нож дерьмо там что за что мы деньги платим нет там все правильно сделано мура это вообще одна из лучших термичек углеродки именно для леса я много лет пользуюсь этими ножами и такая же точно закалка на всех компаньонах там на всех ножах удар которые они делают и она никогда не меняется с годами все эти рассказы про то что там нож какого-то года был лучше сейчас стало все плохо не слушайте это там всегда одинаковая была закалка это очень легко проверить она именно стабильностью своей знаменита то что быстро тупится потому что нож сделан как нож выживания то есть он должен быть именно там ставка на прочность в дальнейшем я планирую еще снимать какие-то обзоры показывать интересные ножи вот сейчас я заказал американский один нож американского дизайнера итана беккера фирмы кабар как там гарпун называется вот этот нож очень такой прямо интересный там много таких вот принципов заложено которые хочется показать и несмотря на то что эти ножи сейчас американские дорогие я все-таки решился выкупить и сейчас он скоро видим ко мне приедет также фирма аника обещали присылать свой флагман то есть супер топор как это тоже будет очень интересный выпуск и не он интересен то есть там топор будет вообще такой что прям совсем без компромиссов также я могу сделать выпуске знаете вот по ножам которые приспособлены для рубки вот эти вот лагерные тесаки такие которые часто у нас делают они такие что и фигня но есть такая категория ножей которые действительно могут классно рубить типа кукрии как его правильно сделать какой формы паранги и там некоторые виды мачете это просто тоже такая отдельная категория про которую я еще не говорил пишите в комментариях если такие ножи вам интересны я тоже про них обязательно что-нибудь сниму а пока это все спасибо что смотрели до новых встреч